Volkswagen готовит обновленный крафтер. ВАЗ начал продажи Lada Vesta Sportline. Gilly озвучил стоимость и комплектации нового седана M-Grant для России. Здесь неделя на колесах с вами, как всегда, Катя. Поехали! Volkswagen показал внешность и салон посвежевшего вена с помощью официальных скетчей. Коммерческий автомобиль по-прежнему будет иметь два варианта колесной базы, предлагаться в разных весовых категориях и в версиях, отличающихся по высоте крыши и длине. Визуальных отличий в экстерьере, судя по эскизу, практически не будет. Разница заметна лишь в оформлении радиаторной решетки и нижней части переднего бампера. Посвежевший крафтер получил новый салон. По центру передней панели располагается отдельный горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы. У базовых версий диагональ тачскрина составляет 10,3 дюйма. За доплату доступен дисплей диагональю 12,9 дюйма. Рестайлинговый крафтер получил электрический стояночный тормоз, а селектор автоматической коробки передач теперь размещается на рулевой колонке. Двухлитровые дизели остались прежними. В паре с ними будут работать или шестиступенчатая механика, или восьмиступенчатый автомат. Старт продаж обновленной машины в Европе намечен на апрель следующего года. Затем новинка доберется до дилеров в некоторых других странах. А вот цены пока неизвестны. Их компания обнародует позже. На прошлой неделе у нас появилась возможность заказать подогретую версию отечественного седана – Vesta Sportline. Пока только в рамках акции «Покупай в Тольятти», то есть онлайн. Или в дилерском центре Lada Sport в Санкт-Петербурге. Под капотом версии Sportline установлен бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра, форсированный до 118 лошадиных сил. Коробка – пятиступенчатая механика. Также у Vesta Sportline появились новые амортизаторы и другие тормоза. Седан стоит на 17-дюймовых колесах оригинального дизайна вместо 15-16-дюймовых у обычной Vesta. Дорожный просвет составляет 158 мм против 178 мм у стандартной Vesta. Первую сотню Sportline набирает за 10,9 секунды. Максимальная скорость – 190 км в час. И это быстрее, чем обычная Vesta с мотором объемом 1,6 литра. То и для разгона до 100 км в час потребуется 11,3 секунды. А ее максимальная скорость составляет 182 км в час. Sportline отличается аэродинамическим обвесом, черными крышей и зеркалами и спойлером на крышке багажника. В салоне – красно-черная цветовая гамма, спортивные кресла и отделка эко-кожей. Рекомендованная цена Vesta Sportline составляет 2 175 900 рублей. За доплату предусмотрен еще и пакет Black с темным декором. И с ним машина обойдется в 2 205 900 рублей. Напомним, что базовая версия Vesta с 90-сильным мотором стоит 1 239 900 рублей. Автоспорт, как видите, удовольствие не из дешевых. Появление на нашем рынке актуального поколения седана M-Grant компания Gili анонсировала еще на прошлой неделе. А теперь местное отделение объявило и цены на все 4 доступные у нас комплектации. Самый доступный M-Grant обойдется в 1 999 990 рублей. В самой дорогой комплектации – в 2 479 990 рублей. Без учета акций. Независимо от стоимости, мотор у всех машин один. Бензиновый 4-цилиндровый атмосферник с непосредственным впрыском, объемом 1,5 литра. Мощность – 122 л.с. Коробки передач – либо 5-ступенчатая механика, либо классический 6-ступенчатый автомат. Первую сотню M-Grant с механикой набирает за 12,9 секунды. С автоматом – за 12,6 секунды. В базовой комплектации «Стандарт» уже присутствуют светодиодные дневные ходовые огни, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, регулировка руля по вылету и высоте, кондиционер, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, пара подушек безопасности и электронная система курсовой устойчивости. В топовой версии есть и люк с электроприводом, и салон из эко-кожи, и электрорегулировки кресла водителя, и виртуальная приборка, и многое другое. Что ж, ждем старта живых продаж, которые нам обещают в ближайшее время. Как всегда, одной строкой о самых крутых машинах недели. Компания Mercedes-Benz представила новую трековую версию купе Mercedes-AMG GT прошлого поколения C190. В решении сохранить платформу C190 для гоночных и трековых моделей нет ничего удивительного. Она легче и точнее в управлении, чем платформа поколения C192 с традиционной классической компоновкой. Напомним, что компоновка поколения C190 типа TransAxel с коробкой передач, установленной на заднем мосту. Мощность 4-литрового битурбомотора V8 составляет до 750 л.с., а стоимость машины 479 тысяч евро. Правда, в эту цену помимо машины входит еще и комплект гоночной одежды, шлем и чехол для хранения автомобиля. Американское тюнинг-ателье Ring Brothers представили на тюнинг-шоу в Лас-Вегасе несколько интересных проектов, среди которых Dodge Charger Tusk с 7-литровым V8 мощностью более 1000 л.с. Tusk создан на базе классического купе Charger 1969 года выпуска. Его формы угадываются безошибочно, хотя объем внешних и внутренних переделок огромен. Стоимость проекта не объявили, поскольку он разовый, но полагаем, что за большие деньги можно уговорить братьев Ring изготовить дупликат на заказ. Наш дизайнер Никита Чуко на этой неделе порадовал нас новыми рендерами универсала Hyundai Sonata и его кросс-версией. Автомобиль пока существует исключительно в виде седана, а жаль, красивых универсалов у нас сейчас явно не хватает. Ну а кросс-версии в России популярны были всегда, так что предлагаем оценить, как могла бы выглядеть Sonata в этом кузове. Ну и к нашим публикациям. Евгений Балабас прокатился на прекрасном понтяке Firebird 1991 года выпуска. Нынешний владелец в свое время купил эту машину всего за 440 тысяч рублей. А сколько он вложил в эту птичку за два года восстановления и как она теперь летает, читайте в материале Евгения. Михаил Гзовский сделал тест-драйв Чангана Эада Плюс, эдакой замены Короле или Элантри. Внешне машина симпатичная, да и едет неплохо, но возникли некоторые вопросы к оснащению этого седана. Какие именно? В рассказе Михаила. Михаил Баландин решил вступиться за репутацию некоторых автоматических коробок передач, которые многие почему-то считают неудачными. Получился тот случай, когда мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Поэтому ждем вашего мнения по поводу ДП-0, ДСГ и вариаторов Джатка в комментариях к материалу Михаила. Уверен им, оно у вас есть. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материал вы как обычно найдете под видео на ютубе. С вами была неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!